В городе Мазари-Шариф на севере Афганистана группа вооруженных людей ворвалась в здание городской прокуратуры. По словам полиции, по крайней мере трое вооруженных лиц завязали перестрелку с представителями сил безопасности. В результате пятеро человек были убиты и 55 ранены. Среди раненых полицейские и служащие прокуратуры и суда. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. На северо-западе Пакистана, в округе Чарсада, сотни крестьян приняли участие в похоронах пяти рабочих, убитых боевиками-талибами. Афганские официальные лица передали тела убитых их семьям в Пакистане накануне ночью. Два месяца назад девять пакистанских рабочих из округа Чарсада были похищены на востоке Афганистана. Одного рабочего освободили, судьба троих неизвестна. Грузия. В центре Тбилиси официальные лица и родственники жертв изложили цветы у бывшего здания парламента в память о тех, кто погиб во время жестокого разгона мирного митинга войсками МВД СССР 9 апреля 1989 года. Тогда участники митинга требовали выхода Грузии из СССР и объявления независимости. В результате разгона демонстрации силами внутренних войск и советской армии погибли более 20 человек, а сотни демонстрантов были ранены или отравлены газом. В 1991 году, в тот же день, Грузия заявила о восстановлении независимости страны. Армения. Вечером 8 апреля в Ереван прибыла американская модель и телезвезда Ким Кардашьян в сопровождении мужа, рэпера Канье Уэста, дочери Норд Уэст и сестры Ким Хлои Кардашьян. По аэропорту и возле отеля в центре Еревана их встречали журналисты и поклонники. В ходе визита на землю предков семью Кардашьян будут снимать для телевизионного реалити-шоу. Визит по времени приурочен к мероприятиям, посвященным столетию массового убийства армян в Турции.